Сегодня мы обсудим, чем отличаются привычки богатых людей или, как говорили мудрецы прошлого, о пути от бедности к богатству, через тернии к звездам. Поговорим о том, что интересно любому из нас, как стать богатым и счастливым, как научиться заниматься любимым делом, чтобы оно при этом приносило доход. Наверное, все мы так или иначе задаем себе по жизни подобные вопросы и пытаемся найти на них ответы. Возможно, кто-то из вас периодически спрашивает себя, если я такой умный и талантливый, то почему до сих пор не богат? Как найти применение своим силам и способностям так, чтобы они приносили мне деньги и реальный доход? Как сделать так, чтобы иметь возможность заниматься тем, что тебе по-настоящему в радость и при этом разбогатеть? Попробуем поискать ответы на эти вопросы. На тему бедности и богатства сегодня написано масса книг, в том числе, кстати, и автором этого замечательного портала по саморазвитию. Проводятся семинары, психологические тренинги, помогающие раскрыть свой потенциал, способные привести к богатству. Успешные люди делятся своими секретами. И моя задача в данном случае не сказать что-то принципиально новое по этому поводу. Я постараюсь выделить главные, основные моменты, касающиеся психологии богатства и бедности, понять, что человек, решивший стать богатым, должен в себе поменять, чтобы достичь поставленной цели, а также наметить конкретные шаги к ее осуществлению. Для начала разберемся в подходе к жизни богатых и бедных. Естественно, что бедными и богатыми не рождаются, ведь история доказывает, что большинство действительно известных, успешных и богатых людей не родились богатыми, а достигли этого своими способностями. И, если изучить их основные универсальные качества, способствующие их богатству и заодно доступные любому человеку, то можно выделить 6 основных качеств богатого человека. Первое. Умение держать слово. Причем не важно, дано оно себе или кому-то другому. Когда человек держит слово, данное себе, то он чувствует себя уверенно и способен достигать поставленных целей. Такой человек больше доверяет себе и, соответственно, окружающие больше доверяют ему. Таким образом, чтобы стать богатым, необходимо научиться держать данное себе слово. Так, например, если вы решили для достижения своих целей вставать на час раньше или на час больше времени уделять работе, то следуйте этому, во что бы то ни стало, не сваливая вину на обстоятельства и научившись таким образом держать данное себе слово. Вам легче будет держать слово, данное другим людям. Второе. Способность взять на себя ответственность за свою жизнь. Богатые люди никогда не считают, что все виноваты в том, что у них жизнь плохая, а начинают предпринимать определенные шаги для решения своих проблем и зарабатывания денег. Если же случаются неудачи, то никого в этом не обвиняют, а стараются извлечь позитивный урок из ситуации и все равно достичь успеха. Нравится видео, идея канала и количество полезной информации в секунду? Ставь лайк, подписку и колокольчик. И поехали дальше. Третье. Занятие любимым делом. Те, кто считают, что ради того, чтобы заработать побольше, надо заниматься тем, что сейчас востребовано, даже если оно тебе не по душе, очень глубоко ошибаются. Такой подход обречен на провал хотя бы потому, что только то, что нам в радость наполняет нас энергией. Именно такое дело получается у нас лучше всего и делается с большим энтузиазмом. О том, как найти такое дело, разговор пойдет далее. Четвертое. Богатые люди обладают настойчивостью и целеустремленностью. Чтобы стать богатым, необходимо быть настойчивым во всех своих начинаниях. Если у бедных опускаются руки при первых признаках неудачи, то богатые не сдаются, если у них что-то не получается. Они продолжают двигаться к своим целям, несмотря на результат. Просто будьте настойчивы, даже если у вас что-то не получается и вы увидите, как неудачи начнут сменяться удачами. Пятое. Богатые люди не боятся делать ошибки. Ошибки всегда будут. И это нормально. На ошибках надо учиться, поскольку именно они позволяют получить настоящий практический опыт. И надо быть благодарным судьбе и себе за них. Конечно, ошибки совершать никому не приятно. Но богатые люди тем отличаются от бедных, что несмотря на все неудачи, движутся к своей цели и достигают успеха и материального благополучия. Поэтому свои ошибки следует воспринимать как отличную возможность для получения нового опыта и выработки навыка. Шестое. Богатые люди любят свободу и готовы ради нее менять свою жизнь. Да, богатые люди любят независимость и они используют это в качестве мотивации для своих достижений. Они считают, что изменить свою жизнь никогда не поздно и потому могут в 40 лет пойти получать второе высшее образование или в 50 переехать в другой город, если это нужно для достижения их целей, для воплощения в жизни мечты. Таковы основные качества богатых людей. Взгляните на себя сегодняшнего и определите, какие из них в вас присутствуют, а какие еще следует развивать. Рассмотрим теперь, чтобы окончательно понять, чем отличаются привычки бедных людей от богатых. Для сравнения, основные черты психологии бедных и качества более подходящие самым бедным слоям населения, которое, соответственно, вам придется искоренить в себе, если вы действительно решили пробраться сквозь терник звездам и стать богатым и успешным. Несмотря ни на что, как, собственно, богатые и поступают, не жалуясь на свою судьбу, а просто делая то, что следует. Первое. В первую очередь, привычка бедных людей – это постоянные жалобы на жизнь. Бедный человек постоянно думает, что родился не в той стране, не в той семье. Если это женщина, то вышла замуж не за того человека и вообще считает, что ему хронически не везет в жизни, в то время как богатый думает, как это можно исправить. Второе. А оно тесно связано с первым. Бедный считает, что ему все должны. Государство должно представить бесплатное жилье и медицину, контролировать цены, работодатель должен платить достойную зарплату и так далее. Этот список можно продолжать. Конечно, следует признать, что все эти требования во многом справедливы, но на данный момент их весьма трудно осуществить. Поэтому лучший выход – это взять ответственность на себя, приняв как данность то, что мне никто ничего не должен. Третье. Следующая черта психологии бедности – низко оплачиваемая, нелюбимая, но зато стабильная работа. Бедный человек, как правило, постоянно ругает, проклинает свою работу, начальство, коллег, приходит домой, как выжатый лимон, но при этом не ищет ничего другого. Считаю, что лучше так, но зато стабильно. И с этим качеством неразрывно связано его будущее. Четвертое. Боязнь перемен. Бедного человека пугает неизвестность на новом месте. Боязнь потерпеть неудачу на новой работе. Он считает, что уже поздно что-либо менять, ведь все новое – это всегда риск. Пятое. Низкая самооценка. Бедный человек считает, что не заслужил ничего лучшего, у него нет связей, что от него в жизни ничего не зависит и так далее. Из этого вытекает следующее. Шестое. Пассивность и бездействие. Когда один день похож на другой. Все это длится уже несколько лет, но менять мы все равно ничего не хотим. Таковы основные качества и привычки, отличающие бедных и богатых людей, но на этом мы не заканчиваем. А в следующей статье о психологии богатства опишем, как их можно в себе менять и развивать. Ну а пока, как домашние задания, определите, что из них присутствует в вас сегодня. И если вы действительно решили поменять свою судьбу и стать богатым, то выход здесь только один – перестать сетовать на судьбу и считать, что от тебя ничего не зависит. А взять ответственность на себя, выбрать направление, в котором хочется двигаться и идти по нему, не боясь перемен. И тогда постепенно жизнь повернется к вам самыми неожиданными сторонами, и вы откроете в себе такие способности, о которых и не подозревали. Кроме того, читайте у нас на портале обучения и саморазвития о том, как стать успешным, мудрым, богатым, осознанным и даже просветленным человеком. На этом все. Желаем вам спокойствия, мира, добра, любви. Ну а на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично – не забудь подписаться на наш самореклуб экспресс-обучения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное – экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме, давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас, развивайся вместе с нами, ну и конечно заходи на наш официальный сайт – портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканалов и по ссылкам в описании. Всем добро!